Вингборд Иногда любимые герои детства способны вдохновить на невероятные открытия. И именно так случилось с создателями первого изобретения из нашего списка. В детстве они восхищались мультиком чудеса на работах, а став взрослыми, решили воплотить вымышленный транспорт в жизнь. Так появилось устройство Вингборд — доска, позволяющая кататься на воздушных потоках. Принцип работы чем-то напоминает вейксерфинг, вот только вместо катера здесь используется небольшой аэроплан. Вингборд стал результатом долгого многолетнего труда. Само собой, выпускать такую штуку в первый раз в настоящий небо с живым человеком было бы небезопасно, так что первые тесты прошли в аэродинамической трубе, и, надо сказать, весьма успешно. Скорость имитационного полета изменялась от 88 до 120 км в час. Теперь специалисты продолжат работу, чтобы в конце концов подарить спортсменам-экстремалам совершенно новый способ пощекотать нервы. Пока же можно сказать, что доска изготовлена из структурной пены, стекловолокна, углеродного волокна. Она легкая, имеет модульную конструкцию, а значит, будет удобна в транспортировке. Backfire Ranger X3 Электрический мотор, установленный на скейтборд. Идея кажется абсурдной ровно до того момента, пока не пробуешь ее на практике. И тут же выясняется, что это невероятно удобный персональный транспорт, способный похвастаться кучей преимуществ. Ranger X3 от компании Backfire разгоняется до 38 км в час. Однако при этом не вынуждает своего райдера постоянно отталкиваться ногой от земли. Запас хода варьируется от 28 до 35 км в зависимости от условий эксплуатации. А это значит, что перед вами полноценный транспорт, который скрасит прогулку в парке, довезет до работы, учебы, любого другого нужного места. Компактный размер позволяет брать скейт с собой в общественный транспорт, перевозить в багажнике. Крылья на колесах защищают райдера, если приходится ехать по грязи и слякоти. Дорожный просвет в 9,8 см расширяет возможности и позволяет преодолевать небольшие препятствия. Благодаря яркому встроенному освещению безопасно кататься можно даже ночью. Покупка обойдется в полторы тысячи долларов. Моторайз Дрифт Трайк Крутые уникальные машины не всегда создаются командой ученых-специалистов в напичканных оборудованием продвинутых мастерских. Иногда жемчужины мира персонального транспорта рождаются в руках самых обычных людей, которые используют подручные инструменты и материалы. Владелец техники, которую вы видите на своих экранах, долго мечтал о покупке Дрифт Трайка, однако не нашел подходящий вариант и тогда решил собрать его самостоятельно. Он вдохновился видео небезызвестного Колина Ферза, взял велосипед BMX и отрезал от него все лишнее. Затем прикрутил мотор, электрику, тормоза, не забыл про выхлопную систему и вуаля, получился самый настоящий Дрифт Трайк с низкой посадкой, мощной и маневренной. Ямаха Супа Джет Если взглянуть на рынок стоячих гидроциклов, несложно заметить уверенное доминирование японского бренда Ямаха. Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что представленные компании модели действительно хороши, а потому многие бренды уже давно даже не пытаются с ней конкурировать. Ямаха Супа Джет — это 139 килограмм драйва и незабываемых ощущений. 73-сильный 700-кубовый двухцилиндровый двигатель, спрятанный внутри, и вовсе считается одним из лучших в мире. Последняя обновленная линейка гидроциклов получила усовершенствованную закругленную палубу, более узкий и длинный корпус. В сочетании с двигателем эта перемена позволила довести предельную скорость движения до 73 километров в час. При этом, даже когда от скорости закладывает уши, Ямаха Супа Джет продолжает отзываться на каждое движение райдера, дарит ощущение полного контроля над ситуацией и демонстрирует невероятную маневренность. Тёниксек Ригерра Приоткрывать дверь в мир по-настоящему скоростных автомобилей, само собой, нужно с абсолютного рекордсмена. А потому представляем вашему вниманию Тёниксек Ригерра — шведский автомобиль, который в сентябре 2019 года попал в историю. Как? Тест-пилот Сонни Персон совершил практически невозможное. Разогнал машину с ноля до 400 километров, а затем сбросил скорость снова до ноля всего за 31,49 секунды. Это на 1,8 секунды быстрее, чем прошлый рекорд, который, кстати, тоже принадлежал компании Кёниксек и её автомобилям. Во время разгона автомобиль проехал в общей сложности 1613 метров, тормозной путь же составил 435 метров. Всё перечисленное оказалось возможным благодаря, конечно же, мастерству водителя, а также крайне технологичной начинке. Внутри автомобиля расположился пятилитровый 1100-сильный двигатель, демонстрирующий 1280 ньютон-метров крутящего момента. Но это ещё не всё. Суммарные мощных двигателей — полторы тысячи лошадиных сил. Оставшиеся 400 добавляют три дополнительных электромотора. Canyon Speedmax Создатели данного проекта с самого начала поставили для себя сложную и очень амбициозную цель — подарить миру такой велосипед, который стал бы новым стандартом для всей индустрии. Спустя годы упорной работы, в 2015 году наконец состоялся релиз. И уже очень скоро стало понятно, что со своей целью инженеры Canyon Bicycles справились на отлично. Итак, перед вами Speedmax — серия велосипедов для триатлона с усовершенствованной аэродинамикой, тонкой настройкой подрайдера, дарящая очень важный уровень комфорта. В разработке дизайна принимали участие швейцарские эксперты Формулы-1, применялись принципы вычислительной гидродинамики. В общем, неудивительно, что велосипеды серии демонстрируют наилучшие скоростные показатели как при езде на плоскости, так и в гору. Но это еще не все. Усовершенствованный корпус помогает райдеру намного дольше поддерживать оптимальную для высокой скорости позу, меньше уставать. А это, как известно, еще один секрет успеха в гонке. Гипс Куацкий XL Находясь за рулем этого квадроцикла, чтобы съехать на воду, не придется вводить никакие чат-коды. О них уже позаботились разработчики, когда решили соединить два вида транспорта — наземный и водный — в один. Получившийся автомобиль был назван Куацкий, ну а прямо перед вами сейчас версия XL. Она имеет удлиненный корпус, чтобы вместить еще одного пассажира. Но давайте лучше поговорим про технические характеристики. 1400-кубовый двигатель позволяет Куацкий XL разгоняться до 72 км в час на суше. Если вы думаете, что по воде квадроцикл двигается медленнее, то заблуждаетесь. Здесь максимальная скорость также составляет 72 км в час. В общем, это тот самый транспорт, который играючи стирает границы между сушей и волнами и дарит совершенно новый, незабываемый опыт отдыха. Yamaha Niken Будьте уверены, последний герой нашего сегодняшнего видео привлечет к себе внимание всех, мимо кого будет проезжать. Все потому, что Niken от Yamaha получил поистине уникальный внешний вид, так что не похож ни на один другой транспорт в мире. Если смотреть со стороны, то выглядит он как самый обычный агрессивный мотоцикл. Однако все меняется, если рассматривать его спереди. Модель получила двухколесную переднюю подвеску, став первым подобным серийным мотоциклом в мире. И, конечно, исключительно декоративной функцией дело здесь не ограничивается. Два подвижных колеса спереди дарят мотоциклисту уверенность и еще больше контроля над своим транспортным средством. Вне зависимости от погодных условий, Yamaha Niken сохранит оптимальное сцепление с поверхностью, продемонстрирует маневренность и устойчивость. Двигатель трехцилиндровый четырехтактной мощностью 115 лошадиных сил и рабочим объемом 847 кубов. Максимальная скорость поэтому достигает 220 км в час. Эй, хватит лениться, пора заряжать мозги. Добро пожаловать на канал BrainTime. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете!